volkswagen ты любишь только мой volkswagen короче чего после вот этого нашего недокольцевого движения во первых я узнал что эрка не очень подходит кольцевым гонкам в плане там нужен тогда противоотливной поддон потому что отливает вам во вторых проконсультирующих с разного рода людьми по поводу вот этого моего возникновения давления масла вот этого вот всего нужно мне сейчас при замене масла будет обязательно скинуть поддон посмотреть что там не нет ли какого-нибудь говно говорят что потом там скидывается очень просто и вот стасончик мой кентуха стас джитей из-за гаража вы помните его ну алды точно помнит короче он сказал что у него был такой заплетик пока он не поменял топливный тнвд насосу дают он поставил себя лоба у меня стоит вставка авто течь и там типа мол типа сальник от старости по пизде идет и когда-то там он там типа подкидывает короче это было некое раздражение масла топливом либо вообще могу масло при пенится либо еще что-то по уровню я вам еще тогда говорил что у меня три четверти не это очень мало на самом деле в общем и целом я еще не обслуживал малыша просто и башу на нем короче надо посмотреть что там масле насколько она вообще там все но я же идиот поэтому речь сейчас не об том а речь об том что у малыша очень грязный салон и по расписанию мы едем к мистеру игру и он будет нам вот это вот и чистить вот эти разводы поводы очень чувствуете запах малыш не был после последний кузовник на химчистке салона и очень нуждается в этом поэтому сейчас прыгаем тихонечко едем кадеру игорь на пидорит его после этого мы уже с вами поем посмотрим масло так что не переключайтесь погнали друзья отвлечемся на секундочку от блога хочу вам рассказать что главным спонсором этого видео являются мои партнеры из 1xbet у них очень крутая бонусная система при первом депозите можно получить бонус аж до 520 долларов получить его очень просто переходите по ссылке закрепленном комментарии вводите мой промокод борщ 1x получаете бонус и можно ставить сразу на большинство спортивных и киберспортивных событий а еще один xbet очень быстрая оперативная поддержка своей временной выплаты и крутые приложения на с или android вот собственно и все ссылка в закрепленном комментарии ну а мы погнали дальше смотреть видос уровень пыли тут знатный знатный сейчас верю чекся на мой набитой и гремит возможности по внешне тоже попрошусь в этом пройтись по черным деталю хам по центральным стойкам снаружи они там просятся ну не знаю короче как-то так volkswagen ты любишь только мой volkswagen а не меня ну так приехал в гости хэппи сейлеру у нас уже все начинается пацаны сразу тут накинулись как правильно называется-то ваша крейс дитейлинг рейс это типа crazy а увлечён у меня туда притухлости появились пока меня не было водичка у меня короче стояла вот здесь вот здесь вот здесь и чуть-чуть здесь здесь стать не было здесь просто перержавела уже это хуйня говно которые сверху было тачки пол не обязательно ржавеет еще очень часто грязь которая сверху лежит на мака ржавеет тоже оказался внутри во влечение какая-то крутая плитка них мопеды гоночные какие-то стоят в общем целом вот такой вот боксик там немножко влажного здесь более сухая часть как я понимаю все верно я привез сюда на глубокую очистку автомобиля вообще хотела бы то я чисто по салону пройтись мне кажется игорь не стоит и все-таки сверху мои уебищные диски помоют точно короче тачечку снаружи помоют и обязательно помоют всю изнутри я думаю игорь взорвет салон все это начистит на пидорит посмотрит откуда у меня здесь течет водичка дабы предотвратить размножение ржавчины ну а по салону почистить сына который уснул взорвет это все дело все здесь пропылесосит пидорит коврики скорее всего снимет сиденья начистит кожу вот эту всю засаленную начистит вот эти все мои алькантары почистить потолочек немножечко рулечек короче тачка будет по-любому офигенно пахнуть потому что произведутся ионизация аэрация там чего-то там салона чтобы никаких запахов сторонних не осталось ну и снаружи все это почистится будет красивенько я точно буду доволен потому что и горячих делает вещи игорь а ты под капотку помоешь мне ты хочешь под капотку придется шашлык вечером готовить у нас к мясникам ческать давай не вечером как-нибудь я реализую давай за что тянул когда-то и были за что-то точно тянул это не локоть это нос и вернись пиздел он не стал мне быть колеса на игр не хотел мне колеса мы движешь и не может игорь почему тебе не нравятся эти диски они отстойные говорит не человек который ездит на хонде а резину взял по моему серви или чего-то такого просто блять просто я понимаю что это что-то около гоночное но это просто отвратительно а ты суппорта сам красил гуашью вашу ваш как хорошо брембо у него-то на суппорта брембо не хватило зато брембо колодки а Продолжение следует... Продолжение следует... Прям дальше попытались мобильные телодвижения тут мои отмыть. Помыли вот носочек на фильтрочек. Вот осталось мне фильтрочек только купить. Наделали каких-то действий с кузовом. Какой там гидрофоб? Чего наделали? Кварц. Кварц? Вставочки отполировали. Кварцовый какой-то гидрофоб. Солом просто навьё. Прям руль даже матовый стал, прикиньте. Он говорит, что я питерского мясяка что-то там с лица стряхнул, блядь, и обруль напазал. Долго руль отмывал? Ну, он мне помогал, потом я один не стоял. Членом или языком? Конечно, блядь. Жопка? Я членом, он языком. Шутка, ебать. Моли, пацаны, ковры, по полу, там 4 снизу. Всё девственное, блядь. Всё намыли. Педальку я снимал, чтобы... Педальку снимал? Конечно. Не отвалится? Ошибка. Конечно отвалится. Там все крепления разъебаны. Ты чё? Она просто так вылетела. Писти, тебе факт. Ну, это пацаны так пересыграли. И обратно нормально, там гремитоз вернул. Короче, это она всё шутит, надеюсь. А может и нет. Мою гнилую на педушку. Отфигачили и высушили. И стекляшку подразбили немножко. Подразбили, да. Теперь она не будет так бросаться. То есть, ну, типа... Да, да, вот даже отсюда меньше бликов стало. Она была белой полосой, а сейчас чуть-чуть подзаплавили. Ну, грубо говоря. С кайфом вообще. На пью. Не знаю, Максим очень доволен. Да, 80% пидоавтомобилей. Это ты про свой? Да, у тебя пьём. Короче, я только его вчера застебал, когда отдавал тачку. Так смотрите, он встал на легковые, на легковые. Какие-то руданзы у него теперь какие-то. И какие-то ревимаксы какие-то. Это супер какой-то спорт. Пиздоглазненький такой. Ну, в общем и целом, застебать хондовода и сразу это плюсик к армии хонды. Но у тебя всё равно гейские суппорта. Блин, высоко и просятся про ставки. Высоко? Высоко. Нет. Да. Это же 16-е колесо. Будут, развал на жопе уберу, это всё будет. Но... Да высоко, джип. Во встоке 17-е колесо. Так это джип. Игорь, это джип. Зато, блядь, нормальные колеса. Ты даже не шоркаешь, ты даже не шоркаешь, когда сюда заезжаешь. Колеса, это самое важное. Я, блядь, хватай его. Он, блядь, хочет, суки. Хотят бабки за детейлинг. Совсем охуенно. Да пошёл ты. Хондовод, ебаный. Хондовод, ебаный. Хондовод, ебаный. Хондовод, ебаный. Хондовод, ебаный. Хондовод, ебаный. Вы видели, как доебался? Ну что, у нас получается новый день. Всё, мы покидаем Крейз Детейлинг. И едем в Крейзи Моторс. Нужно узнать, что там за грёбанный у меня тогда датчик выскочил давление масла. Или не масла. Короче, я взял у Аволя 7 литров отличного маслица. Заказал в Крейзи Моторс отличный ваговский оригинальный привезённый ими же из Германии фильтр. И пошуршал к ним на замену масла. Замену этого чудесного фильтра. И хочу ещё, чтобы они мне вкрутили датчик давления, манометр механический, дабы понаблюдать за давлением масла на холостых. Я не понимаю, то ли у меня масло старое вспенилось, то ли ещё что-то. Посмотрим, может умирает маслонасос. А перед этим мы просто снимем фильтр масляный и посмотрим, нет ли там струженции. Ну, в общем и целом, машина фонциклирует, ездит. Надеюсь, что всё будет прекрасно и замечательно. Очень надеюсь. Профессионалы, а? Бедный мой мальчик, напугал там. Сейчас будем разбираться. Мы сейчас откручиваем фильтр масляный и лицезреем, что внутри. Коробка что-то вся обоссанная. Не нравится Максиму обоссанная коробка. Ну, она была обоссанная. Сейчас заглянем фильтрочек и всё, как бы, будет сразу понятно. Кардан тут уже вообще весь, пизды погнивший. Нормально, ладно, жиг будет. Надеюсь, да что-то. Надо что-то отстоялось. Блядь, какое говно. Да, будь и будь, да. Он опять же летит. Так я не вижу, что прям, блядь, что-то пиздец. Он когда отстоится, если перламутр летит, он одно сарит, а потом болтает. Все, пятка пройдена, называется. Да. Все, пиздаю, в говне. Ну, не то, что прям в говне, блядь. Так как, конечно, откровенной стружки нету, но масло перламутровое, блядь. Это масло такое. Да, не иначе, блядь. Ну, это, блядь, странное что-то. Что странное? Это куски чего-то, блядь. Это и понятно, что куски чего-то, но они не золотые, никуда. Ну, нет, там есть золотое. Там золото, ну. Короче, мне кажется, это какие-то последние пути. Жизнь больше, 100 лет. Пока течет, мой любимый кетчуп. Короче. Там не мало, нет, смотри. Мало, мало, там 3 четверти было. Сейчас налью нахуй двойной уровень, перекрещусь и пойду в церковь, свечечку поставлю. Как вам, да? Изъеб, а? Кто не видел, оцените. Чисто отседова на раздвоении. Здесь X-pipe, если что, и пошло в разные стороны. Двое суток ровно варили, 4 баллона с газом ушло. Столько нервов, столько Red Bull, блядь, все его этого действия. Чтобы получилась эта штука. И она мне уже не нравится, хочу переварить. Хочу прямую. Чисто отсюда, просто сюда. Прямо. Ладно, потом. 5 литров отменного аволия мы загрузили в мой мотор. Думаю, подхавала башку, блядь. Из-за того, что было 3-4 масла, подхавала башку немножко там этих всех повороток, при поворотах, не знаю. Короче, блядь. Ну, я думаю, поездим еще. Что не делается, все к тюнингу, конечно. Но мы с пацаном пробежали уже 142,847. А где-то на 116 мы делали легкую капиталку. У меня там Porsche, у меня стенки обвалились. Кто помнит, кто не помнит. Для олдов, я думаю, помнящих, что мы это делали в Urban Race. Он же Riva. Получается, там около 30 тысяч, а снова пробег. Ну и вот, что-то, мне кажется, эти мои, вот эти кольцевые, вот, блядь, гонки, они, блядь, вот они не очень вообще сказываются, конечно, на этом автомобиле. Он все-таки больше шашечный, шагатель, закрыватель шашки. Что-то еще там подстуки вот не шло, блядь, сзади, сука, бесит. Ладно. Не будем на грустном, поехали ебанем по каду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok